Всем привет! Сегодня у нас будет чистка газового пистолета компании Туя. Принесли мне вот такой комплект. Модель GSN 50. Пистолет рабочий, все с ним нормально, его просто необходимо почистить, так как он произвел, я не вспомнил сколько он сказал, по-моему, тысячу выстрелов. Не важно. Сам комплект нам пока не нужен. Могу лишь показать вам. Инструкцию чистить я буду его впервые в жизни. Есть здесь сама инструкция как это делать. Также есть в интернете очень много видео. Советовал, я пересмотрел кучу и в принципе сложного ничего нету. Заранее просто необходимо приобрести очиститель для газовых пистолетов. И вот такая смазка оригинальная. Многие используют вместо очистителя очиститель карбюратора. Можно еще разные очистители, я думаю, использовать. Ну, есть в свободном доступе, даже в моем городе есть магазин, где можно это все свободно купить. Поэтому зачем что-то другое использовать. Стоит это все недорого. Оригинальная. Смазка, кстати, здесь такое ощущение, что это обычный силикон. Типа для беговых дорожек. У меня вот подобное есть. И у меня такое ощущение, что это абсолютно то же самое. Ну и гвоздиков не передали для того, чтобы его в конце проверить. Итак, первое, что необходимо сделать, это извлечь газовый баллон. Баллон уже извлечен. Поэтому не трогаем. И снять обойму. Обойма снимается просто. Это все можно продуть компрессором от пыли. Далее нам необходимо снять фильтр, точнее корпус, вот эту сеточку заднюю. И извлекаем сам сеточку. Сеточку также необходимо очистителем прочистить. Откладываем. Далее с помощью шестигранника откручиваем четыре болта. И снимаем заднюю крышку. Аккуратненько. Она полностью не снимается, так как висит вот на этой шпильке. Ну, при желании ее можно снять. Здесь все сделано просто. Резиночки. Чпилька вытаскивается. Здесь шайбочка. Тоже все желательно почистить, так как грязновато. Чтобы не потерять. Вот сюда мы засуним. Вот такую картину мы наблюдаем. Далее отсоединяем контакт. Здесь аккуратненько. И снимаем свечу. Теперь открутим данный винт, чтобы провода не мешали снять вот эту крышку. Отодвигаем провода. И теперь можно спокойно вытащить вентилятор. Видите, состояние грязноватое. Не прям... Здесь нам вентилятор нужно касаться аккуратно, не повредить его. Потому что здесь все отбалансировано, установлено. И нужно с ним быть аккуратненько. Видите, как он тоненький. И снимаем вот эту резиночку. Ее нам нужно будет почистить. Снимаем аккуратно. Вот таким образом подвинули ее туда вот. И крючком потом поддеваем. Вообще, по идее, по идее, вот эти резиночки, это как расходники. Их, мне кажется, нужно каждый раз при каждой чистке устанавливать новую. Думаю, ее почистим. Можно отсюда прямо сразу вытащить стопорное кольцо и снять ударник. Можно как бы изъять внутренности. Для этого нам необходимо здесь разобрать немножко ствол. Это хорошо. Ну и это все надо почистить, продуть. Поехали. 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 греище. Теперь можно вот эту штуку снять. Здесь внутри пружинка. Это снимается отсюда вытаскивают вот эти демпферы резиновые. Так извлекли, здесь еще шайбочка под пружинку. И теперь вот так можно все ленить. Здесь еще одна резинка. Я так понял всего две прокладки резиновые на весь пистолет. Тоже почистить обязательно. Далее берем съемник. Здесь кстати есть чуть-чуть смазки. Говорят в роликах, что вот сюда смазывать ничего не нужно. Внутри где боёк. Здесь смазывается это все дело с помощью газа. То есть в состав самого газа входит какая-то смазочка. Задыкаем поршень с ударником. Здесь видите как грязно внутри. Обязательно чистим. Промываем. И снимаем кольца маслосъемные. Аккуратненько. Видите здесь вообще рекомендуют устанавливать чтобы вот эти два зазора были напротив друг друга. Да здесь они не совмещены. Аккуратненько снимаем колечки. Колечки обязательно промываем и вообще вот это все место промываем. Второе. Вроде как он сказал не особо много им стрелял. Но грязище здесь очень много. Все, теперь все промываем с помощью вот этой жидкости. Сюда надо кстати трубочку найти. В комплекте почему-то нету. Сейчас я от какого-нибудь баллончика найду. Я кстати трубки не нашел, но вот у меня есть Валера. Валерка всегда выручает. И в принципе вот таким образом. Сейчас помоем. И так все почистили. Промыли. Собираем в обратном порядке. Берем ударник и надеваем маслосъемные кольца. Аккуратно, чтобы ничего не погнуть. Одно и второе смазывать здесь ничего не нужно. И располагаем их таким образом, чтобы они разрезают эти находились друг напротив друга. Примерно вот так здесь и здесь. Все устанавливаем на место. Толкать силой не нужно. Теперь нужно маленькой отверточкой. Как раз вот эти кольца туда поджать. Одним кольцем придавливаем, а вторым поджимаем кольца, где мешают. Устанавливаем стопорное кольцо. Толкать силой не нужно. Не знаю, но в ролике по инструкции к ремонту чистки HiBest рекомендуют, чтобы вот эти кольца находились внизу. Здесь вот это вниз получается. Не знаю, влияет это на что-то или нет. Расположим так же. Теперь сюда необходимо надеть резиновое кольцо. Перед тем, как надевать кольцо, его нужно смазать смазкой TUYA. Как само кольцо, так и вот здесь. Чтобы кольцо полностью промазывалось, вот так руками, в чистых перчатках. Не в грязных перчатках. Промазываем. И ставим колечко на место. Смазали, соединяем. Здесь у нас верхом будет где надпись TUYA, а здесь вверх где этот фильтр. Не знаю, что это прикручено. Вот до этого два уровня доводим. И вот в эти места теперь вставляем резиновые прокладки. Когда я их доставал, кстати, они были в смазке. Следовательно, по ним будет ходить в этом месте. Мне кажется, вот это место тоже желательно смазать. Чтобы они не истирались. Тоже об этом, кстати, нигде не указано. Вот что будет это легче. Вставляем шпильки на место. Устанавливаем вот сюда кольцо. Кольцо. Пружину. И вот эту часть. А, кстати, вот шпильки устанавливаются после. Если чуть-чуть ошибся. Ставим вот это на место. Теперь устанавливаем шпильки фиксирующие. Вот так. Так, это собрали. Теперь сюда вставим прокладку. Вот эту. Прокладка большая. Но вставится она... Короче, по-другому вы ее никак не вставите здесь в прорези. Так сделаны. До самого конца установили. Теперь вот сюда вставим вот эту штуку. Вот этот. И корпус надеваем сверху. Управляем прокладку. И теперь сюда устанавливаем ствол. На это место. И закручиваем болты. Болты установили. Теперь вот эту штуку вот сюда. По-моему, вот так. И устанавливаем вот эту ручку. Нижнюю часть. Так. Так. Нижнюю часть. И кiacом. все у нас получилось все отлично и закручиваем и с той стороны нужно зафиксировать шестигранником потому что так прокручивается сильно не надо затягивать все готово проверяем работает теперь устанавливаем вентилятор сюда также смазываем колечко аккуратненько на место установили и в инструкции указано еще вот это место можно немножко смазать вот так по кругу для того чтобы это кольцо нормально и хорошо зашло видите смазка и со своих мест не съехала установили провода отодвигаем чтобы не мешали и аккуратно очень аккуратно чтобы не мешали помять не лопасти не слезла резиночка вставляем отсюда вставили отлично и теперь прикручиваем этот держатель проводов винт которым он был прикручен готово соединяем провода клеммники так это есть теперь нам нужно нужно можно было не разбирать я разобрал это чтобы почистить обычно на всех роликах ее не разбирают и скажу вам честно я не запомнил как оно все было сейчас будем угадывать сначала устанавливаем вот эту металлическую часть вовнутрь теперь берем крышку и шпильку и начинаем потихоньку эти все части совмещать чтобы все соединилось так проделим и теперь надеваем язычок резиновый заправляем до конца шпильку сюда надеваем шайбу и резиновое кольцо фиксатор все язычок проталкиваем вовнутрь и закручиваем на длинные болты далее устанавливаем фильтр и закрываем крышкой возвращаем на место обойму все пистолет готов берем аккумулятор вставляем загорается зеленая лампочка одеваем очки обязательно и пробуем стрелять в бордюр есть давайте в дерево отлично старый ржавый мангал ну тонкий деревяшки прихерачим ну вот ребята в принципе все работа закончена обнаружил еще одну проблему внутри ствола нет одной шайбы сейчас покажу видео короткое я отправлял это видео клиенту смотри макс какая фигня я еще пересмотрел видос как разбирал видишь две точечки это след вот этих штук вот здесь по схеме здесь открыть схему вот есть 56 шайба я вот смотрю видос нашел у чувака далее ложится вот эта шайба потолще ствол мы если не разбирали то просто берем в этом же положении а этой шайбы у тебя не было потому что ну если бы была шайба следов бы не было ну и я видос у меня все записано как я разбирал как бы шайбы не было ты сам ствол не менял случайно шайбу эту не терял ну а так кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой телеграм канал кому хочется почистить так же инструмент обращайтесь пишите в телеграм всем пока не питоми не питоми смеет не питоми не питоми не boiled не питоми